Сегодня министры здравоохранения и труда Тувы встретились с родителями пострадавшего в Карахаке мальчика. Напомним, инцидент произошел на военном полигоне недалеко от села Карахак, Козыльского района, 27 апреля. Как пояснил министр здравоохранения Тувы Орлан Дангак, ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. На сегодняшний день он в сознании, угрозы жизни нет. Состояние здоровья мальчика на настоящий момент удовлетворительное. Все жизненные органы функционируют нормально, температура тела нормальная, анализы в пределах клинических нормальных показателей. И общее самочувствие ребенка улучшилось, можно сказать, практически нормально. Аппетит сохранен, он в сознании разговаривает, ходит. Однако в социальных сетях информация совсем другая. Якобы мальчика нужно срочно транспортировать в медучреждения Москвы или Иркутской области. Там, по мнению неизвестного автора, подростку окажут более качественную помощь. На сегодняшний день всем необходимым ребенок обеспечен. Вся необходимая помощь ему оказывана специалистами, всеми осмотрен. Офтальмологами, телесно-лицевыми хирургами, отоларингологами. Все хирургические вмешательства проводились именно всеми специалистами совместно. И после стабилизации состояния ребенок переведен в глазное отделение Республиканской больницы Новороги, где сейчас и находится. И, соответственно, каких-то нехватки, каких-то медикаментов или иных расходных материалов у нас сейчас нет. По словам министра труда региона Саиды Сенги, состояние подростка на постоянном контроле ведомства. Отметим, что сразу после несчастного случая глава Республики поручил своим подчиненным разобраться, как произошло, что у детей был свободный доступ на полигон. У нас были контакты матери, телефон. Я позвонила, поговорила с отцом мальчика. Он пояснил ситуацию, что в этот день родители попросили уйти домой, потому что ему нужно было отдохнуть. В общем, мы подъехали изначально сюда, в больницу, потом переговорили с отцом. И договорили, что на следующий день мы встретимся с матерью для того, чтобы еще раз о состоянии мальчика уточнить, и чем помочь, какие действия в дальнейшем с целью оказания помощи для семьи и для мальчика. На этот день мы уже знали, что помощь была оказана администрацией Козыльского кожуна. И постоянно вопрос оказания помощи тоже у них был на контроле. И 1 числа, когда я встречалась с матерью, она об этом говорила. И что единственное, что она просила, чтобы помогли именно врачами, консультацией, квалифицированной, и что помощь ей оказывается. И я ей пояснила, что глава республики вот эту ситуацию держит постоянно на контроле. В настоящее время расследованием происшествия занимаются военные следователи. Продолжение следует...